Так, товарищ доктор, вопрос еще прислали. Что делать с камнями на зубах? У двух возрастных лошадей камни и следующий за ними гингивит. Веты только подпиливают, камни снимать никто не умеет. Что делать? Да, короче, сейчас объясню. Это очень классный вопрос. И это одно из небольших, слава господи, новостей в конной медицине. До 24-го года все абсолютно считали, что камни снимать не надо. Блин, хотел деквероз этот вопрос дотянуть. Буквально в 24-го года издание французы написали, что есть такой диагноз аденто-пластическая резопция гиперцеминтоз, который идет как раз-таки после вот этих вот камней и гингивитов, что их действительно надо снимать, тот камень, как у кошек и у собак. С кейлером снимаешь с камень, туда вот лезешь, под дюсну, ну хотя бы там на полсантиметра, сколько он залазит. Потому что мы этого не делали, так как до серединки корня у кошки добраться или у собаки гораздо проще, да и у человека, собственно говоря. Ну, да вот это вот хотя бы до кости фактически. И у нас это было оправдано. У лошадей считалось нет. Но французики, достаточно умный народ, сделали исследование. Потому что не знаю, сколько они лошадей там. Просто это опубликовали в книге. Вот. И сказали, что, отвечая на ваш вопрос, это надо снимать ультразвуковым скейлером. Обязательно. Но все равно это должен кто сделать? Сможет ли человек сделать? Или именно тот, кто подпиливает зубы? Это нужно сказать, а вы просто ветеринарный врач, кто в теме. Да, а ведь в чем все дело? Там есть настройки на генгиву, парадонт и десну. А нет, генгива это есть, десна и эмаль. Вот. И самое главное понимать, что ты снимаешь, на каком участке. Ну, ветеринарный врач должен делать. Ну, видишь, они у них зубы подпиливают. Желательно, чтобы стоматолог. Желательно, чтобы он сделал все-таки стоматолог, потому что там... Сейчас, поломбой положу. Так, закладывается поломба. Да, сейчас я запихнула туда. Даже та стоматология, которая делается у кошек и у собак... Короче, по-моему, Аня Спирина провела как-то целый курс клиника-близнецы. Она делает целый курс по тому, как надо чистить вот этот камень у кошек и у собак. И она, ну, как бы все скажут, зачем мы так это все делаем? Она говорит, так вы все делаете неправильно. Ну, то есть, даже этому надо научить. Поэтому идеально, чтобы это делали стоматологи. И вот в одной из лошадок, мы с Олей это сделали, и все говорят, типа, а зачем? Мы говорим, слушайте, а мы тогда что-то инфинитивно сняли эту фигню. А потом приехали, и выходит эта вот статья, выходит это издание книжное, мы его покупаем. И там написано, что с этого года принято вот так. Поэтому посмотрим. В общем, надо снимать камень там. И надо пользоваться гелями. То есть, ну, это оказалось в итоге оправдано. На год больше, на два, мы еще пока не знаем. Но даже если на год-два и просто все вот эти вот камни, все вот эти вот гингвиты, партонтиты, это ведь вообще серьезная боль у лошадей. Так, если подумать. Да как и у людей, как и у собак. Поэтому. Ясно. Только стоматологи смогут это сделать. Сам человек не сможет это сделать. Не ветеринара вообще в это лучше не лезть. Так же. Спасибо. Спасибо. Пон McKagan. Спасибо. Спасибо. Спасибо.